Добрый день коллеги, я рада вас сегодня приветствовать на вебинаре компании Кодерлайн. Компания Кодерлайн это компания 1С франчайзинг, занимается внедрением и сопровождением системы 1С. У себя на экране вы видите наши контакты, электронную почту, номер телефона. В компании работает большое количество специалистов, которые готовы проконсультировать вас по любому вопросу. Также обращаю ваше внимание на наш канал Telegram, посвященный ERP. В данном канале появляются все самые свежие статьи, анонсы вебинаров и ведется обсуждение, поэтому подписывайтесь. Меня зовут Екатерина Моисеева, я ведущий консультант аналитики компании Кодерлайн. Также вы видите мою электронную почту для связи. Сегодняшний наш с вами вебинар посвящен теме «Учет ценных бумаг в 1С ERP 2.5. Управление холдингом». Итак, программа нашего с вами вебинара. Мы рассмотрим настройку нормативно-справочной информации, рассмотрим, как настроить счета по умолчанию для ценных бумаг в 1С ERP и отразим с вами операции с ценными бумагами. Оформим приобретение ценной бумаги, продажу ценной бумаги, выпуск собственной ценной бумаги и выкуп собственной ценной бумаги. Ценная бумага – это финансовый инструмент, применяемый в деятельности организации. К ценным бумагам относятся векселя, облигации, акции – это стандартные, ну и могут быть какие-то прочие ценные бумаги, которые применяются в организации. Итак, давайте мы с вами перейдем в нашу демо-версию 1С. У меня демо-база 1С ERP. И откроем с вами систему управления холдингом. Система управления холдингом. Релиз 3.1.12.4. Итак, с чего мы можем начать нашу работу с ценными бумагами? Как всегда, мы начинаем с вами с настройкой нормативно-справочной информации. Что здесь мы можем настроить? Мы можем зайти в раздел «Казначейство» в меню «Договоры и ценные бумаги» и здесь выбрать подраздел «Ценные бумаги». В этом разделе ведутся, указываются все ценные бумаги, которые использует ваша организация. Соответственно, для того, чтобы создать новую ценную бумагу, необходимо нажать кнопочку «Создать» и выбираем «Акция», «Облигация», «Вексель» и прочее. Мы выберем, например, «Акция». Давайте заведем наименование. «Акция новая». «Входит в группу». «Входит в группу» – это настройка групп, которую вы можете настроить для своего удобства. Здесь мы выбираем «Акции». Если мы хотим создать другую группу, можно сделать либо непосредственно здесь, либо в справочнике «Ценные бумаги». Я потом зайду, вам покажу, как это сделать там. Здесь я выбираю «Акции». Здесь «Создавать не буду». А вообще, если что, можно создать по этой кнопочке. «Эмитент». Из выпадающего списка мы можем выбрать «Эмитента». Если мы нажмем «Показать все», то у нас выйдет весь список. Либо, нажав по стрелочке, выходят последние использованные. Ну, вот я просто выберу «Сбербанк России». Здесь мы вводим серию ценной бумаги и номер. Ну, я рандом не ставлю. Дата выпуска. Ну, пусть будет 01 декабря 2023 года. И можем указать номинальную стоимость нашей ценной бумаги. Пусть будет, допустим, 1000 евро. По вот этой стрелочке выпадают у нас настроенные валюты в системе, которые вы настроили для себя. Если вам необходимо добавить другую валюту, то можно перейти в меню «NCE» и «Администрирование». Выбираем «Валюту». И по кнопочке «Создать» создаем либо просто новую, либо по классификатору выбираем. Подыскиваем ту, которую нам надо. Вот, допустим, пусть будет UI. И вот у нас добавилась теперь еще одна валюта. Точно так же можем курсы валют заводить ручную, либо загружать из интернета. Вот здесь есть меню «Курсы валют». Мы можем загрузить и потом работать с этой валютой. Итак, возвращаемся в нашу акцию. Мы указали валюты евро. Теперь давайте посмотрим, какие у нас есть выборы для рынка ценных бумаг. Для рынка ценных бумаг у нас есть рынок биржевой и вне биржевой зависимости от того, где котируется, обращается ваша ценная бумага. Здесь можно указать непосредственно биржу, если на бирже котируется. Либо, если вне биржевой, то ничего не указывается. И «МСФО». Если ваша организация применяет «МСФО», то здесь также можно настроить параметры учета финансового инструмента. То есть здесь, допустим, будет выбрана ценная бумага, параметры, которые вы создадите. Валюты котировки, ну и другие необходимые поля здесь можно заполнить. Нажимаем «Записать и закрыть». Вот наша акция новая добавилась. Теперь я обещала вам показать, как создать здесь группу для своего удобства работы в этом справочнике. По кнопочке «Создать группу». можно, допустим, назвать, ну вот у нас есть «Закладная», можно назвать «Закладные». Переместим в созданную нашу группу необходимые ценные бумаги. Переместить можно по кнопочке «Переместить в группу». Нажимаем и выбираем. Итак, наша ценная бумага переместилась в необходимую нашу папочку. Также вот есть, допустим, акция, привилегированная ее можно переместить в акции. Ну и таким же образом поступить с иерархией всех остальных ваших ценных бумаг. Теперь давайте перейдем к настройке счетов по умолчанию для учета ценных бумаг. Для этого мы с вами перейдем в меню, выберем «Управление обязательствами». И у нас здесь есть меню «Параметры учета финансовых инструментов». Давайте в него займем. Именно здесь возможно настроить счета учета для определенного вида ценных бумаг. По кнопочке «Создать» мы можем выбрать вид финансового инструмента. Допустим, прочие ценные бумаги. Указать или можем выбрать непосредственно для определенной нашей ценной бумаги. Указать счета расчетов. Также здесь мы можем указать актив это у нас или обязательства и указать счет. Ну вот, допустим, здесь счет взаиморасчетов. Я укажу ну, допустим, 7,606 расчеты с прочими покупателями и заказчиками. Сумма начисления процентов 91,01 прочие доходы и расходы. Счет начисления комиссии 91,01 Если вам необходимо добавить еще здесь что-то, можно нажать правой кнопочкой «Добавить» и выбрать необходимый соответствующий счет. Записать и закрыть. И вот мы видим, что у нас прочие ценные бумаги, определенный финансовый инструмент, закладная и для него настроены наши счета учета. Если определенный финансовый инструмент не используется, например, для акции, то, соответственно, это общий параметр учета для вида финансового инструмента акция. Давайте посмотрим, какие счета у нас здесь выбраны. у нас здесь есть счет расхода от переоценки 91,02 и прочие расходы. Счет взаиморасчетов указан 7,6,06. Если этот счет нас не устраивает, мы можем поменять. Верну обратно, как было. Также есть счет дохода от переоценки. прочие доходы. Счет доходов от выбытия также 91,01. Счет начисления процентов. Кстати, здесь мы можем попроваливаться и в субконта. И если мы хотим выбрать какое-то неопределенное, то мы можем здесь поискать если уже настроена какая-то статья и выбрать это субконта. Тогда способ отражения будет именно на это субконта. счет расходов от выбытия 91,02. Только точно так же можно провалиться и выбрать какую-то необходимую вам статью на ценной бумаге. допустим. И посмотрим, что здесь у нас еще счет учета финансового инструмента. В данном случае выбран счет 58,01,2. Это счет акции. относящийся к финансовым вложениям. Точно так же если здесь что-то вам не хватает можно добавить по кнопочке и указать еще какой-то необходимый нам счет куда нужна проводка. После внесения изменений нажимаем записать и закрыть. давайте теперь посмотрим какие счета у нас настроены для векселя. Кстати еще хочу вам показать что акции в зависимости от актив и обязательства может быть то есть в зависимости от того что мы используем то есть покупаем мы акцию либо мы сами выпускаем акцию соответственно вы настраиваете обязательство или актив и тогда для этого вида вашей деятельности настраивайте счета учета. Итак вернемся к векселю в данном случае у нас актив счет номинала указан 008 это забалансовый счет который называется обеспечение обязательств и платежей полученные счет учета премий дисконта здесь выбран 7609 это прочие расчеты с разными депиторами и кредиторами если вам необходимо можете выбрать другой счет допустим там 7606 расчеты с прочими покупателями и заказчиками либо оставить точно так же счет банковского депозита 9801 счет доходов от выбытия 9101 это у нас счет прочие доходы счет начисления процентов также 9101 счет расходов от выбытия 9102 это прочие расходы счет расходов будущих периодов 9721 прочие расходы будущих периодов ну и сам счет учета финансовых инструментов долговые ценные бумаги здесь точно так же мы можем настроить необходимую нам статью доходов выбрать необходимое и записать вексель со стройкой обязательства а этот у нас был вексель со стройкой актив разница что здесь есть счет номинала 0.08 а здесь у нас счета номинала нет и счет финансового инструмента в данном случае 603 векселя выдан то есть в данном случае если мы выдаем вексель то мы используем вид настройки обязательства счет учета премии дисконта здесь 7609 доходы от выбытия и начисления процентов 91.01 счет расходов от выбытия 91.02 и расходы будущих периодов 97.21 точно так же вам покажу что если мы нажмем кнопочку финансовый инструмент то мы можем привязать допустим эти настройки именно к определенному заведенному нами ранее векселю в справочнике ценной бумаги так давайте посмотрим с вами настройки для облигаций и так если мы с вами используем опять счет 58 0 до 58 и актив то соответственно это наше финансовое вложение и соответственно мы понимаем что это настройки для покупки нашей облигации что у нас здесь с вами настроено счет расхода от переоценки 91.02 прочие расходы точно так же если мы с вами захотим мы можем настроить определенную статью куда мы хотим чтобы падали эти расходы по переоценке счет взаиморасчетов 76.06 это прочие расчеты с покупателями и заказчиками счет дохода от переоценки счет выбытия 91 счет доходов от выбытия 91.01 счет начисления купонов все мы выбираем и соответственно счет учета финансовых инструментов в данном случае 58.02 это долговые ценные бумаги точно так же по кнопочке финансовый инструмент мы можем выбрать непосредственно какую-то облигацию в которой мы хотим привязать эти настройки вот таким образом настраиваются у нас параметры учета финансовых инструментов в этом меню мы можем с вами увидеть что здесь есть и настройки для депозитов для займов для кредитных линий то есть все финансовые инструменты которые мы пользуемся даже которые не включают ценные бумаги тоже можно настраивать в этом меню теперь давайте с вами перейдем непосредственно к отражению операций с ценными бумагами для этого мы переходим к казначейству и переходим в меню операции с ценными бумагами давайте рассмотрим с вами операцию приобретения ценной бумаги для этого мы с вами по кнопочке создать выбираем приобретение ценной бумаги указываем дату приобретения по кнопочке показать все у нас появляется справочник организации наших мы выбираем ту по которой мы указываем операцию выбираем ценную бумагу акции контрагент Сбербанк России также по кнопочке показать все мы можем показать выбрать другого контрагента у которого мы покупаем любой любой допустим также если мы нажимаем мы видим последние три используемые по кнопочке по кнопочке счета учета мы с вами проваливаемся настройки параметров финансового финансового учета и видим все настройки которые мы с вами перед этим смотрели по отражению операции по счетам для вида этой ценной бумаги также мы можем выбрать непосредственно какое-то подразделение если вам необходимо приходить в определенное подразделение вашей организации выбрать определенное направление деятельности допустим если у вас есть вид отдельной деятельности финансовая деятельность то соответственно вы здесь будете выбирать ваш вид финансовой деятельности указываем номинал нашей ценной бумаги в данном случае 100 рублей количество сколько закупается ценных бумаг и цена приобретений также можем выбрать другой вид ценной бумаги провалиться в наше меню допустим поменять на облигацию выбрать договор который нам необходим соответственно при выборе другой ценной бумаги меняются и настройки счетов учета документа после того как все указали нажимаем провести нажимаем кнопочку дебит кредит и видим наши проводочки в данном случае проводка 58012 кредит 7606 приобретение ценной бумаги у контрагента Сбербанк России также мы видим здесь движение документа по всем регистрам кроме того из этого меню мы можем создать отчеты допустим нам нужна ведомость по партиям ценной бумаги и вот у нас формируется необходимая нам ведомость также мы можем посмотреть взаиморасчеты по договору график ценной бумаги карточку ценной бумаги расчеты с брокером можем посмотреть движение документа движение документа нам показывает движение данного документа по всем регистрам если нам нужен какой-то один определенный регистр то мы можем настроить и вывести допустим только какой-то один который нам нужен и посмотреть движение документа именно по этому регистру из этого документа приобретение ценной бумаги на основании этого документа мы можем сделать документ оплата ценной бумаги соответственно у нас открывается списание безналичных денежных средств дополняется и оплачивается также на основании этой документа приобретения ценной бумаги мы можем создать документ продажи ценной бумаги при выборе создания на основании этого документа документ продажи ценной бумаги у нас с вами заполнится автоматически давайте с вами посмотрим подготовленный документ продажи ценной бумаги точно так же пройдемся по всем разделам итак допустим мы продаем нашу ценную бумагу 21 марта 2024 года указываем организацию в которой числится данная ценная бумага указываем подразделение указываем направление деятельности указываем вид акции либо облигации смотря что вы продаете указываем контрагента которому реализуется данная ценная бумага так после этого мы точно так же можем с вами провалиться счета учета документа и смотрим какие у нас счета выбраны для формирования проводок для взаиморасчетов у нас выбран счет 7606 расчеты с прочими покупателями и заказчиками эти счета я вам напомню мы настраивали в параметрах финансовых финансового учета счет дохода от выбытия 9101 и счет расходов от выбытия 9102 указываем указываем номинал нашей ценной бумаги количество которое мы продаем и цена продажи в данном случае допустим мы укажем что продаем за 200 рублей купили за 100 давайте посмотрим наши проводочки и увидим что на 990102 прочих расходов субконта акции у нас с вами отразилась себестоимость по которой мы закупали данную ценную бумагу это 100 рублей с операцией списания с учета стоимости ценной бумаги а по кредиту 9101 у нас с вами образовался доход от продажи этой ценной бумаги в корреспонденции со счетом 7606 расчеты с прочими покупателями и заказчиками в данном случае у нас с вами 100 рублей дохода по этому виду операции если мы продаем с вами дешевле чем мы купили допустим за 90 рублей дешевле номинов то мы видим что у нас формируется проводка списания себестоимости на 100 рублей а приходуется на 90 соответственно убыток от продажи данной ценной бумаги 10 рублей давайте также с вами посмотрим какие отчеты мы можем сформировать из этого документа продажи ценной бумаги мы можем с вами посмотреть точно так же едомость по партиям ценной бумаги вот мы с вами видим что 21.02 у нас был приход ценной бумаги а 21.03 у нас с вами расход данной ценной бумаги также здесь формируются и другие виды отчетов взаиморасчеты по договору график ценной бумаги карточка ценной бумаги расчеты с брокерами и также можем посмотреть движение документов по регистрам ну или выбрать тот который нам один нужен регистр вот мы видим регистр на подкопление видно что доходы текущего периода 90 расходы 100 в общем все необходимые движения можете смотреть нажав на кнопочку валюты мы можем с вами если допустим продаем не в рублях а в другой валюты можем провалиться в эту валюту посмотреть курсы лучше перейдя счета учета я вам показывала уже как смотреть и также на основании этого документа можно создать документ выкуп собственной бумаги либо приобретение ценной бумаги теперь давайте посмотрим с вами выпуск ценной бумаги операцию итак мы указываем дату которой выпускаем нашу ценную бумагу организация это наша организация которая выпускает подразделения направления деятельности выбираем контрагента с которым мы работаем по ценной бумагам в данном случае здесь банк ВТБ договор контрагента и выбираем ценную бумагу которую мы выпускаем по кнопочке показать все мы с вами проваливаемся в наше меню ценных бумаг которые мы с вами создавали и выбираем необходимую нам с вами ценную бумагу указываем номинал 120 в данном случае евро также можем посмотреть необходимые нам курсы валют которые настроены точно так же можем посмотреть отчеты аналогичные ведомости по партиям ценных бумаг посмотреть движение документа и на основании этого документа мы с вами можем создать документы выкуп собственной бумаги либо приобретение ценной бумаги и теперь давайте посмотрим документ выкуп собственной бумаги в данном случае у нас компания Сатурн у контрагента Грифон выкупает собственную закладную точно так же указываем дату подразделения направления деятельности можем посмотреть настроенные счета учетов указать номинал количество соответственно стоимость выкупа у нас автоматически пересчитывается и смотрим движение документа аналогичные все отчеты так и при других видах документа и на основании данного документа мы можем создать документы оплата ценной бумаги и продажи ценной бумаги допустим оплата ценной бумаги мы можем сразу сформировать с вами списание безналичных средств расчетного счета и оплатить данную ценную бумагу итак давайте еще посмотрим в разделе казначейства у нас есть отдельное меню операции с векселями и документы по выданным векселям и полученным векселям возможно делать в этом меню итак на сегодняшнем с вами семинаре вебинаре мы рассмотрели операции с ценными бумагами посмотрели как настроить наши ценные бумаги посмотрели как можно создать каждый вид ценной бумаги мы с вами настроили параметры учета финансовых инструментов и рассмотрели с вами как создать операции приобретения ценных бумаг выпуска ценных бумаг продажи ценных бумаг выкуп собственной ценной бумаги и какие возможности делать операции с векселями давайте с вами посмотрим какие у нас вопросы были в чате нам поступил вопрос в чате можно ли редактировать элементы в процессе я вам показывала что редактировать мы можем параметры учета финансовых инструментов вносить изменения но надо иметь ввиду что если в одном периоде у вас учитывалось так допустим был настроен этот вид ценной бумаги а вы поменяете в новом периоде то учет у вас поменяется и и также вопрос был по зачету аванса поставщику если был аванс предоплата то документ формирует автоматически зачет предоплаты за счет аванса итак спасибо вам еще раз за внимание данный вебинар для вас проводила компания кодерлайн наши координаты вы видите контакты у себя на экране по любым вопросам вы можете обращаться к нашим консультантам писать на эту электронную почту обращаться по этому номеру телефона записывайтесь на наши новые вебинары всего доброго